Итак, снова здравствуйте. Мы продолжаем с того же места, на котором мы закончили. И что я могу сказать? Ну, во-первых, нам нужно найти ворону, которую нам сказали найти. Во-вторых, нам нужно дождаться, пока нам сет Азидава дадут. Или что-то вроде того. Стоп. А, ну да, я ж Азидавовые вещи надел. Нужно переодеть, естественно. Пусть состояние... Как советник вороньей скалы от имени Дома Редаран приветствую тебя. Что такое за Дом Редаран? Ну, я хотя уже, по-моему, от Валета слышал, что это такое. Ты ничего не знаешь о Доме Редаран? Мы самый могущественный из великих домов. Мы возглавляем совет. Нет, правительство Моровинда. Совет, то есть у вас нет ярого? Это тебе не Скайрим. Моровиндам уже много тысяч лет правит группа влиятельных, могущественных... В общем, олигархи. Они образуют совет пяти великих домов. Телвани, Дрес, Индарил, Садрас и Редаран. Я как-то только об Индариле, Редаране и Телване слышал. Остальные... Об остальных я не знаю ничего, к сожалению. Разумеется. В совет входят еще четыре дома, но кто-то ведь должен приводить дела в порядок. Наш дом возглавляет совет по праву воинской доблести, мудрости и славы наших предков. Какой ужас! Как-то он по-дебильному называется. Да, вот. Как-то это очень уж сложно. Да, полагаю, для тех, кто не родился данмером, это непривычно. Если эта тема тебе интересна, можешь почитать исторические труды в моей библиотеке. А, кстати, да, я ж наворовал у него книжек уже давно. По-моему, даже при вас. А ты знаешь, мирака, мирака, мирака. Вот странное дело. Звучит-то знакомо, только я не могу вспомнить, откуда... А, и ты из этих зазомбированных. 90% или сколько там зазомбировали уже. Только Нелат, я и еще некоторые не поддаются этому зомбированию зомбоящикам о бандеравцах. Ладно, шучу. Я уже говорил, что я шучу. Хотя, кстати, как раз это... Ну, это юмор, вы поняли. Может, мне еще что-нибудь про него рассказать? А с доми, я так понял. Я даже не знаю. Я представляю себе храм, весь на Солстейме. А, не ориторане, а об этом, Амире. Но, наверное, это был просто плохой сон. Плохой? А почему плохой? Ну, подумаешь, храм. Теоретически, я правитель Солстейма. Но теперь, когда шахта не дает дохода, фактически моя власть распространяется только на Воронью Скалу. Впрочем, помимо города, тут и править особо нечем. Ну, есть еще небольшая нордская деревушка на севере. Называется деревня Скаалов. Они с нами почти не общаются, и всех это устраивает. Есть еще Тельмитрин на востоке. Там живут Телванни. Странные они. Но, помимо этого, Солстейм кишит бандитами и риклингами. Но на границе подобного и следует ожидать. А что случилось с шахтой? Там была одна из самых богатых жилы бандита во всем Моровинде. Но много лет назад она истощилась. А теперь мы тут едва справляемся. Без шахты Воронья Скала долго не продержится. Айбонит, я не помню, что это в действительности. В действительности это, по-моему, какая-то смола. И, в принципе, ее для оружия никто никогда не использовал. Ну, она выглядит примерно так же, как в игре. А вот, кстати, история Вороньей Скалы, но, по-моему, она у меня есть. Ядовитая песня, я не знаю. Данмеры, они ж любят яд. В принципе, может, что-то про Данмеров. Ладно, но я пошел отсюда. Нет, только зря время теряешь. Шах пусто. Шаром покати. Так. Не лагай, сволочь. А где она? Это я не помню, кто. Как ее там? Ворона. Поверить. Найти ворону. Ну что так. Ну, естественно, здесь нам не отобразят ничего. А, или... Она есть все-таки. Вот и она. Ну, блин. А какие еще задания есть? Так, спускаться вниз. Это пойти в лабиринтиан. Так, и нужно еще в Вайтране какой-то фигней заняться. А также в Солитюде. Так же в Маркарте. Ну, не в Маркарте, а там недалеко. Это вообще... Это задание никогда не проходил. Дойти до храма Мирака. Ну, это основной квест. Я не знаю, стоит ли его сейчас брать. Это тоже даунгардовский квест. Тоже нужен. Это тоже нужно. Да, все нужно. По квестам Вилли тоже нужно пробежаться будет. Ага. Нам нужен Головин Мэлори или как его там. Но его уже нету, естественно. Да. Он уже спрятался здесь. И взламывать я ничего не собираюсь. Значит, за вороной побежали. Мы тут ни с кем не общаемся. На севере есть деревня Скалов. Но там уж не торты. Может, стоит сразу в Тель-Митрин, короче, пойти. Ну, быстрым перемещением. Или же нет. Наверное, так все-таки будет быстрее. Ну, пешком. Ну, в смысле быстрее, что я не устану. Или что-то вроде того. И тут у меня проседает FPS. Это что у нас, Дремора? Да, Дремора. Ну, ладно. Короче, нужно валить. И перемещаться. Как раз ворона тоже туда придет, наверное. Так. Теперь смотрим. Нет, все-таки нам туда надо. Тут он еще какие-то две мирские руины. Недалеко. Я их никогда не замечал. Как круто без этих, без спутников бегать. Это просто наслаждение. А ты кто такой? Судя по твоему лицу, ты впервые в жизни видишь сил Страйдера. А, тут Сил Страйдер. Нет, это что такое? Это дымка. Я ее из личинки вырастил. Так это дымка или Сил Страйдер? Как вам удается здесь выживать? Другуем всякой всячиной с местными. Я решил остаться здесь, пока дымка не доживет свой век. Хоть это для нее сделаю. Время от времени заходят местные. Главным образом, конечно, просто хотят поглазеть на дымку. Сил Страйдер и нынче редкость. Насчет сил Страйдера. Что ты хочешь узнать? Зачем они нужны? Главным образом для перевозки людей и грузов. В Муровинде их было много, но те времена давно прошли. Панцирь сил Страйдера выдержит любую непогоду. Настолько он прочен. Говорят, что это дырные песчаные бури молок Амура, что на Варденфеле не могли повредить его. Ну, конечно, теперь там все пеплом засыпано. А почему они такие редкие? Почти все погибли при извержении вулкана. Беденки. Я нашел дымку в маленькой пещерке на Варденфеле. Коконы сил Страйдеров прочные штуки. Ну и хватит об этом. Так, а что у тебя есть на продажу? Ну, во-первых, у него уже есть ингредиенты. Эбонит. Определенно мне есть, чем с тобой поторговать. Сейчас переоденусь и давай поторгуем. Погляди. Так. Ну, во-первых, все ингредиенты берем. Не, кстати... Очень даже неплохой магазинчик у него здесь. Камень-резонатор-кагрумеза? Это как? Ну, он мне как бы не нужен. Поэтому нафиг. Если будет нужен, я его потом просто куплю и все. А сейчас зачем мне ведь покупать то, что мне не нужно? Так. Доброго пути. Хочу на дымку залезть. Круто. Стоп. Факел. Тут не видно ничего. Тут в панцире у него что ли пробоина? Как они так сделали? В этой дымке. Гигантская блоха, в общем. Чего и следовало ожидать? Так, как-то с Карим вообще не лагает. А чё это за фигня? Так. Пепельные порождения. Не люблю пепельных порождений. Так. Ни меня не увидят. Где они там? Всё, видите, они меня не видят уже. Стоп. А, трава есть. А то я уже думал, что я траву случайно отключил. Как-то тут всё лысо, видите? Это довольно странно. Ээээ! Блин. Ну вот, они меня уже заметили. Ну какого хрена я промахиваюсь? Вот. Ну, блин, всё равно промахнулся, как бы. А, вот теперь нормально. Не стоило сюда приходить. Кому? Мне? А вот сейчас он его замочит. Ну, торговцы, они как бы бессмертные. Вот чём преимущество у нас есть. Ну, зараза... Не получается у нас невидимости, к сожалению. О, я так и не сбегал в Форс Стражей Рассвета. Ну, впрочем, я вообще никуда не сбегал. Прокляни тебя, зуб! Пепел от порождения пепла. Фирменный. Так, тут я всё обыскала. Тут есть ещё где-нибудь кучка пепла. Их же трое было. Нету вроде. И какие-то вообще пустые места тут. Ужас. А где тут эта... Дама? Она дохлая? Ну, умершая. Ключ управителя Тельмитрина. Это я смогу теперь к ней туда зайти. Нет, одежды я с неё снимать не буду. Пусть валяется и так. Долбаные пепельные порождения. Сколько они здесь дерьма натворили. Так, ну да, это я обыскивал всё. Прых-прых! Тайбер прыгает! Обожаю Skyrim. Ну, SoulStay. И то, и другое. SoulStay это же часть Skyrim. Сегодня смотрел мод. Тень Моровинда называется. Он добавляет, в общем, на карту Моровинда, вот здесь вот этот... Ой, на карту SoulStay Моровинд целый. И, в общем, там побольше даже, чем этот остров. И там Красная Гора и всё такое. Ну, в общем, Моровинд добавляет. Это крутой мод. Но он ещё сырой ужасно. Там не то, что каких-то квестов. Там даже это... Кроме ландшафта ничего нету. Неписей даже нет. Так, наверх. О да! Чё ты здесь стоишь? Дебил, что ли? Не удалось ли найти ворону? Хочу выпить чашечку чая. Мертва? Ну вот, опять. Опять мертва? Как она умерла? В последнее время этих тварей всё больше и больше. Я так понимаю, тебе придётся найти мне нового управителя. Поищи в вороньей скале. Я внушаю им благоговейный трепет. Думаю, чуть ли не каждый будет окружить мне. Да вот сомневаюсь. Отличный вопрос. Как только о вакансии станет известно, выбор будет большой. Я думаю, острый ум, отменное здоровье и слепая преданность. Вот качество идеального кандидата. О! И ещё он должен уметь заваривать чай. Вот это самое важное. Всегда его разбавляет. Но что понимать под помощью? Ты хочешь поучаствовать в эксперименте в качестве подопытного? Ну, не думай. Ничего особенно опасного. Хочу образовать дополнительную спектральную связь твоей жизни с эдрическим царством. Ты это будешь ощущать, как вспышку энергии. Сможешь сражаться дольше. Возникнет прилив сил. Ну, всякое такое. По крайней мере, я так думаю. Скорее всего. Почти наверняка. Конечно, конечно сказать нельзя. Ну, окей. Стой спокойно. Я в первый раз читаю это заклинание. Так, а ты отойди, отойди, чувак. Ты меня бесишь. Ты ничего не почувствуешь. А если почувствуешь, постарайся не орать слишком громко. Скорее найди нам нового управителя. Мастер Нелок всю работу на меня свалил. Отправляйся. Если будут какие-нибудь побочные эффекты, возвращайся и сразу же расскажи мне. Так просто. Подопытный. Как-то не особо тут все хорошо. Приятно видеть дружелюбное лицо. Здесь все такие раздражительные. Погляди. Так, у тебя что тут есть? Еще раз просмотрим. Хотя меня все устраивает пока что. Да, вот что я еще могу сказать. Я установил еще новых модов. Но, то есть, это не моды какие-то там оптимизирующие, что-то еще делающие. И это вообще, то есть, последние, возможно, моды. Ну, по крайней мере, на последующие, не знаю, 50 серий. Скайрима. Это подземелья новые в Скайриме будут. Тут еще это. Какой-то, короче, мод на аргонию. То есть, на SVA я уже мод поставил, а теперь поставил на аргонию мод. О, тут открылось что-то, смотрите. Стоп. А, это, то есть, то место, где новому заклинанию школы колдовства. Ладно, неважно. Что это за хрень? Ой. Я тебя пролучу. Извини. Не надо меня трогать. Думаешь, можешь меня обокрасть? Что кучу удалило всего? Ну, ладно, поделом мне. Блин, да все ингредиенты у меня забрал. Ну, хотя бы не посади, уже легче. Да сколько можно все удалять? Собачьи корни. Он что, все мои собачьи корни удалил? Нет, десять осталось. И соль осталась краденая. Так. Хочу своровать все-таки. Сприганы. Да, много он у меня удалил, ужас. Ну, и по делам. Тайберу. Нефиг воровать открыто. Нужно скрыто воровать. Ну, дальше. Чем мы займемся дальше? Это интересно. Пока ждем раскопок. Найти нового управителя. Нет. Вот это вот мы по-любому выполним. Может, в Аберинтиан отправиться? Или в Айтран? Ну, не сейчас. Сейчас я помню, что там не нужно. Вот это вот, возможно, стоит выполнить. Потому что пока мы ждем этого корелия, легче уже в ту шахту спуститься. Узнать, что там такое. Может, маленький какой-то квестик. Так, а сейчас мы, естественно, чем займемся? Правильно, перенесемся домой и будем спать. А дом у нас где? Правильно. В кургане белого хребта. Так, вот он. Но нам надо спать. Вообще, нужно все эти азидаловые шмотки будет куда-то засунуть потом. Ну, чтобы они мне не захламляли инвентарь. Не появились пауки? Видимо, они действительно больше не будут появляться. Или на время не будут появляться. Неважно. Так, мы внутри. Тут можно отогреться, поспать и все такое. Сейчас отогреемся вначале. Мне кажется, или мой персонаж стал лучше прыгать? У него прикольный капюшон такой вот у гильдии воров. То есть, сам вор, кто видит, карманы там и все, что ему нужно. Но его не видят, так как капюшон на глаза спадает. То есть, его так невозможно будет узнать. А это для вора главное. Ну, к сожалению, такого свойства этот капюшон не дает. Это капюшон серого лиса, короче, давал. Такие свойства, наверное. В облиянии был такой вор, серый лис. Наверное, многие знают. Ну, а мне нужно поспать. Определенно. Часов двадцать опять. Так, отлично. Я поспал. И... 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 Тут нам ничего не осталось сделать. Значит, переносимся в Воронью скалу. И я кое-что еще хотел проверить. Ой, я опять забываю, что я собираюсь сделать. Ну, вот у меня есть... Древняя Норская Кирка. Да, вот, заклинание поджих и еще какое-то, и заморозка. Вопрос в том... А, вот, у меня появилась каменная подагра. Отчего она у меня появилась? Отчего он мне добавил? То есть, мне ничего как бы и не добавилось от этого его заклинания. Кроме каменной подагры. Естественно. Так, в магии. Давайте поищем здесь. Замедляй цель на 15 секунд. Поджих. Ага, это типа такие котяхи. Ну нет, котяхи мне не нужны. Вот так. Ну что ж, значит, в Воронью-Скалу. Там заодно поищем ему помощника. Идиоты такие, я думаю, найдутся. Вот, чем мне нравится Skyrim, так это тем, что у него моды на локации не загружают, собственно, процессор. Ну, впрочем, и на другие игры то же самое. Но все же. Очень мне это все нравится. Так, Воронью-Скалу давайте. Так, и пока что Драгонборн я проходить не собираюсь. Мне нужно минимум до 60-го уровня докачаться, чтобы пройти Драгонборн. Ну, потом я могу его проходить. И вообще все, что угодно я тогда могу проходить. А до 60-го уровня, то есть предметы, которые... О, не хочешь стать управителем в Тельметрине? Такой статью мне работать на дом Телвани. Продолжать, кроме всего прочего, нелат ненормальный. Да-да. Ну, да. Скорее, возвращайся. А вот ты. Как ты себя чувствуешь? У тебя совсем больной вид. Никогда в жизни. Я лучше попытаюсь вплавь добраться до Винхельма. Я с уважением отнесусь к твоему... Ужас. Не забывай. У меня много... А, кстати, вот это мой... Капитан Валет, а ты. Мне острово грудо развален. Как можно быть... Я нужна отцу. Ему без меня никак не справиться. И потом нелат не в себе. Как будто на скому подсел. Хотел, чтобы мой отец привез белого мамонта. Живого. Поговори с дровосом Релви. Он заходил к нам. Спрашивал отца, нет ли каких-нибудь рискованных поручений. Вид у него был отчаянный. Я посмотрел. Материал Смелви. Так, а вот этому нам надо киркул отдать. Малер Малер Малер, моим услугам. Если нужен кузнец, то перед тобой один из лучших. Выходит, тебе так не удалось загнать в угол старика креста. Ну и типчикон. Вот что я тебе скажу. Тебе пришлось расстараться ради меня. Столько хлопот. Так что оставь себе. Ну да. Я просто хотел напомнить этому старому хрычу, что нельзя таскать чужие вещи. Вот теперь ему напомнили. И я доволен. Ну а мне кирка пригодится. Кирка у меня много лет. А добра мне не принесла. Может хоть тебе она пригодится. Отлично. Но в принципе, как бы, можно было сдавать этот квест, а можно было и не сдавать. Получается. Также. Давайте посмотрим, какие у нас тут эффекты есть. Каменная подагра. Я не знаю, это связано с тем, что на нас Нелат наложил. Или нет. Отдых. То есть у нас есть отдых, и это хорошо. И нам еще надо, по-моему, в храм. Чтобы вылечиться от каменной подагры. Это самый простой способ. Да, храм. Давайте помолимся какой-нибудь Азуре или Мефале. Ты чтишь из требования. Это видно по твоим действиям. Ага, я тут все обокрал. Боэтия. Нет, Боэтия не хочу. Мефала. Мефале тоже не хочу. Азура нормальная. Возможно, можешь всем голову заморочить. Но только не мне. Я-то вижу, что тебя притягивает блеск золота. Ты прав, абсолютно. А кого он не притягивает? Вот в чем вопрос. Золото это то, что любят все. Ну и отлично. Излечились. Итак. Что-то я еще хотел там выполнить. Ну, во-первых, те зелья, которые идеальные. Какие-то там зелья, которые всего понемножку восстанавливают. Я их буду коллекционировать. И также я узнал... Ну, я узнал практически случайно... Что... Что-что-что-что... Что в Dragonborn добавляется зелье хождения по воде. И это меня привлекло. Поэтому мы сейчас попытаемся его найти. И не только это я узнал. И не только этим мы будем заниматься. Мы еще почитаем дневники этого Реалиса Сидалиса. Также, что еще? Кольцовое ушибство мы нафиг кладем туда. В загажник. Кулон Восточной Имперской Компании сейчас отдадим хрену одному. У меня есть просто еще кулоны. Дальше, что еще я хотел? Не помню. Так, лук нужно положить туда. Правда, я не это хотел. А, да, зелье, зелье, зелье. Эликсир... Зелье... Хорошего самочувствия. Вот так вот. Даже сохранимся. Так как их хрен добудешь не по заданиям, поэтому... А я бы их покупал, в принципе. А может и не покупал бы, так как они не редкие были бы. Я люблю все редкое. Так, зелье, исцеление болезней. Ну, у меня, по-моему, они есть. Штук семь. Зелье... Нет, нету этого зелья хождения по воде. Я не знаю, где их берут. И нигде не написано, даже на Вики. Но там написано, что такое зелье есть. Но мне интересно больше вот что. То есть, там один чувак писал, что у него их восемь штук. А где он их взял? Непонятно. Я тоже хочу. Не знаю, зачем, но хочу. Хотеть ведь не вредно. Так, тут что у нас? Всякая соль. Да, это нам именно нужно. А, я вспомнил еще, что мне тут нужно. Сейчас мы этим и займемся. Все. Почти от всех зелий колдовства избавились. Нам нужно теперь в пьяного нетча. Так, так, так. Стоп, а... Добро пожаловать в клуб пьяный... Ээээ... Уехать из Вороньей Скалы? Серьезно? И работать на полоумного волшебника Телл Ванни? Договорились. Только вещи соберу. Хотя, пожалуй, не стоит. Куплю себе новые. Я никогда не упускаю таких возможностей. Прости, что я бегу. Просто очень тороплюсь на новую работу. Та че, норм, в принципе. Он не полоумный, слушайте. Он нормальный чувак. Он, короче, просто тролль. Мне нравится Нелот. Ну, хотя я бы не доверил ему свою жизнь. Я ему не верен, как он говорит. Да я уже девять штук раздал. Мне нужно еще одну штуку кому-то отдать. Коли имеешь дело со мной, помни. Либо возвращаешь долги, либо ходишь в синяках. А кто-то еще здесь есть? Нет, никого нету. Как круто, что Скорим вот сейчас совсем не лагает. Все начинает налаживаться. Жизнь возвращается. Возможно, я тут и задержусь. А, кстати, вот насчет... Могу помочь. Найдутся и зелья, и инструменты. Гелдису надо разлить это по бутылкам, да отослать на материн. Все? А не тратить тут время зря. Ну и отлично ж... У меня есть такой амулет, я хочу тебе его продать. Держи свои деньги. Если принесешь мне еще, я тебе и за них заплачу. Как же здесь убога. Ненавижу это место. Так, теперь мы вернемся к Садре и посмотрим, что он нам за награду даст. Ой, или не... Да, Садре. Так, идем сюда. Добро пожаловать. Не желает ли... Блестяще. Остается только ждать, когда сюда набегут клиенты. А вот это, как я и обещал тебе за труды. Неужели... А поттеры тысячи, так это норма. Блестяще. За задание, в котором практически ничего не надо делать. Так, ну теперь у меня идей мало. Вернуться к Нелла, то с докладом. Давайте, пожалуй, все-таки спустимся в курган. Потому что бегать к Нелла, то теперь отсюда. Мне лень. Что-то совсем долго заходило сюда. Что за тени такие? И текстуры довольно качественные. Я вот не знаю, текстуры я аж вроде ставил на минимум, а нет, на среднее у меня там. Не пойму. И что ты с крестцем разговариваешь? А я с ним не разговариваю. Вот в чем прикол. Так это и есть шахта. Нифига себе. Нужно здесь быть поосторожнее. Сейчас я сохранюсь. Возьму арбалет. Не знаю, стоит ли его заряжать. Пожалуй, пока не буду его ничем заряжать. Тут есть всякие кувшинчики и другая фигня. С этой стороны что-нибудь есть? Нет, ничего нет вроде бы. Даже проверять не стоит. А тут вообще кто-нибудь есть? Я уже как бандит. Говорю, тут кто-нибудь есть? Тут кто-нибудь есть? О, крыса. Ну. Да тут не только его отец сдох. Тут еще кто-то подох. Скелеты и крысы. Хвосты крысы это неплохие ингредиенты. Так, железная рута. Отберем, конечно. Да, тут эбонита уже нету, действительно. Может мне все-таки пользоваться этим факелом? Тут пауканы намечаются, как бы. Ээээ, факелом и не попользуешься, зараза. Минус паукан. Ну, чего и следовало ожидать от паука на паука не яд. Кто там зевает? Это случайно не я? Просто я не знаю, кто еще там может зевать. А, тут железная руда? Да ну нафиг. Я давакин, я тут эбонит уже копаю. Зачем мне ваша железная руда? Тем более, что сюда обычно как раз идут, когда... Да, можно, кстати, спрыгнуть. Так вот, сюда обычно едут на Солстейм, когда уже остальной Скайрим прошли. Ну и по левелу я примерно уже как раз-таки достоин поездки в Солстейм. То есть я, несмотря на то, что я мало квестов прошел, я высоколевельный. А это главное условие поездки сюда. Ну отлично, пора уже скоро камни душ новые доставать. Люблю таких слабых существ. Ой. Тут, короче, видите, вот это похоже газ. Если здесь факел, например, зажечь, то будет нехорошо, да. Давайте-ка попробуем. Ну факел, ладно. На факел забьем. Попробуем. Чу-чу-чу. Мимими. Вот, видите. Хорошо, что я это заметил. Так можно было с этими пауканами разобраться. Ну или если ты бы был магом, то ты бы автоматически разобрался так с ними. Ну, за исключением, если ты, например, мах молнией, как я. И хотя молния тоже, по идее, должна поджигать. Скорим, я сомневаюсь, что она поджигает что-либо. Тут только огонь поджигает. И тем не менее. О. Ну да, в принципе, раньше так и тягали. В какой-нибудь подье. Все, тягали и тягали. Это, да, это самые низ шахты. То есть, это главный столб шахты. Так, тут есть какой-то сейф. Чувствую, здесь мы найдем медальон за 500 баксов. Я такой медальон собираюсь себе зачаровать. Потому что он круто выглядит, в отличие от обычных. Ой. Такой буду единственный в медальоне, который очень крут. А может и не буду. Посмотрю. Все решит время. Так. Вот. Сколько я там отмычек потратил? Вот этих вот сейфах имперской компании у них всегда лежат медальоны имперской компании. Ну, логично. По-другому никогда не бывает. Ух, нифига себе. Здесь, похоже, норские руины. Не зря я сказал при входе, что типа сейчас мы в этот курган пойдем. Так и оказалось, что здесь курган. Я даже себя поправлять не стал. Не знаю почему. А где драугры? Я ведь уверен, что они тут есть. Ага. Вот этот драугер, он живой. Бабах. Чё-то не особо. Какого-то владыку драугеров немножко отымелого ушка. Меня не видят, естественно. Я уверен в этом. Да, видите, не видят. Так, ну тут не помешал бы зачарованный арбалет. Ну, то есть пополнить заряда в нем. Большой камень душ. Так уж и быть, пожертвую. Ох, смотрите, как он хорошо валит вообще. Драугер-ладыка. Нужно всегда вот так вот на возвышенности какой-то находиться. Потому что они сюда не заходят. То есть у них стандартные модели поведения. Они не предусматривают заход сюда. На эти возвышенности. А где военачальник? Чё-то драугра военачальника не вижу. Или он где-то здесь пробежался уже. А, вон он. Смотрите, владыка. Круть. Его немножко отымело. Ой, чё-то он здесь ходит. Не ходи здесь. Ты плохой драугер. Странно, что это заклинание, какой-то там, что ли, плащ. Оно меня не ранит. Оно должно было, по идее, меня ранить. Так, ну иди отсюда. Иди, короче, назад. В ловушку. Иди назад. Чтоб тебя там немножко отымело. Ой, он застрял. А, нет, не застрял. Так чё ты не идёшь назад? Ты там нужен очень. Ну, блин, сколько тебя ждать. У меня тут серия закончится, пока ты будешь идти. Давай. Ловушка, что не работает? Ну, немножко его ещё отымело. Владыка. Опять он обкастовался, дебил, что ли. Не пойму, перечень, не перечень, акато, а последовательные заклинания. То работают на эту невидимость, то не работают. Как-то странно. Ой, чё-то он не с той стороны пошёл. Ну и всё. Ща душу его заберём. А, нет подходящего камня душ. Ну, всё, значит. Пиши, пропало. Того я обыскал вроде бы. Ловушки на меня не действуют. А... Так, блин, он как раз на этой плите и стоял обычно. А, её можно активировать? То есть, преднамеренно активировать, да? А я и не знал. А, ну да, это ж, в принципе, остаётся такая возможность. Даже если ты её при прохождении не активируешь. Можно, например, этим бабах. Видите, работает. Так что, ловушки, это очень даже хорошая вещь для Далакина. Тают разнообразие боя. Вообще, Скайрим, это самое-самое, что ни на есть крутое, что вышло в последние, не знаю, 10 лет. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Говорят, вот, Моровинд, Моровинд. Ну да, атмосфера крутая в Моровинде, но боёвка там, мне кажется, хуже. Всё остальное. Так, бах. Беспокойный Траугер. А чё он меня не видит, типа? Всё. Ну вот, поплатился за то, что не видел меня. Драугер военачальник. Ну пусть бежит сюда. Я бы ещё его на ловушку заманил. На всякий случай. Так, обкастуемся ещё. В невидимости вообще смысла нет. Сейчас уже. Она крутая, когда ты слабенький. Сейчас у меня... Ну, в принципе, я могу невидимость, но её что-то кастовать надо. Если бы её не надо было кастовать, я бы мог, например, сэкономить перки скрытности, там, которые увеличивают скрытность. Или... Энчанты на скрытность сэкономить. Видите, он пошатнулся от моего выстрела. Это у меня такой перк взят. В общем, если мы не прокачаемся до 60-го уровня здесь, на соус-тейме, то я Мирока не буду убивать сейчас. То есть я пойду там ещё в Аберинтиане качаться и всё такое. Это вполне себе нормально, потому что мне нужно... Мне много чего нужно. О, вот оно! Вот оно! Зелье хождения по воде. Причём мы его сможем копировать. 500 стоит. Да, это круто. Хотя у меня есть заклинание. Но для коллекции я его возьму, конечно же. И ботинки у меня есть. В принципе, ботинки это оптимальный вариант. После ботинок идёт... Второй по крутости вариант. Это заклинание и потом уж зелье. Ботинки, они крутые тем, что у них перманентная эта способность. А вы кто такие? Ага. А вот этот мёртвый. А этот не совсем мёртвый. В бошку тебе. Такой умный, значит. Видите, я там поднялся и присел. И из-за этого, короче, Драугер потерял мой след. А иначе бы он за нами дальше пошёл. Так он потерял мой след. Так. Смотрим. Бабах. И стрельба повысилась. Ой. Сраный Драугер. Всё равно ты умрёшь. Ну как? Как я вот это вот просрал? Ну... Просрал в смысле... В невидимую стену стальной бот попал. О, глубокое хранилище. Очередной свиточек. Ой. А там вижу какую-то... Усыпальницу очередную. Круто. Они здесь вместе с Эбонитом раскопали какую-то хрень. И вообще, тут Эбонита я и не видел. Я даже здесь в гробнице его не видел. Что уж говорить о других местах. О! А что у него за шлем? О! Давайте возьмём, короче. С рогами. Потому что. Эта фигня похоже на то, что в Саартале было. Только там, вверху и внизу, были гробы. О которых я не сказал. По-моему. Я их даже, ну как бы, не заметил. Но вообще я их при непрохождениях, а этих... Так. Ну всё, я скрылся, как бы. Только, к сожалению, он меня опять заметил. Ой, что-то он меня из вида не потерял. Ну и по-филу, в принципе. Болты, это круто. Так, а ты тут что? У тебя золото. Ты неправильный, драугер. И ты делаешь неправильный драугровский мёд. А какой может быть... Мёд у драугеров, кроме как неправильный? Владыка. Это, я так понял, этот... Драугер-патриарх. Владыка. Ну логично ведь. Владыка это патриарх. Ну всё, он типа меня не видит. Освежим его память. Или как оно называется. Там он ещё один сидит. Преимущество вора, то что ты можешь с ними по очереди драться. Ой, как это нехорошо. Два драугера. Чё-то много тут драугеров. Мне это совсем не нравится. Они рядом. Не, не перехотелось с ними драться, знаете. Когда их четыре? Сколько я их буду упивать? Чего-то они меня ищут, ищут, но не могут найти. Давайте просто пропишем, мне надоело просто всё это. А нужен ли мне этот камень душ? Дайте подумать. Думаю, нужен. Знаете, что так как там драугеры, давайте-ка я закрою за собой дверь. Ведь здесь нам, скорее всего, придётся встать. А драгуеры могут прийти за нами. С того, как мы встанем. Всегда мы сможем вернуться за драгуами и перебить их. Но суть ворота в том, что он может никого не убивая, ну, кроме тех, кого определённо необходимо убить, проходить в общем миссии он может. Вот это дохлый драугер, круто. А тут, а что? Вот это стал крим. У меня в животе бурчит уже. Ну, если быть точнее, то у нашего протагониста. Ладно, стал крим нам нужен, чтобы как минимум заточить нашу броньку. Так что давайте его добудем специальной киркой. Один стал крим. Долго он его добывает. Действительно, видимо, твёрдая штука. Да ну, долго ты будешь. Ну, норм, тогда. Вот так лучше. Вот неслышимость, это полезная способность. Даже полезнее, чем невидимость. Потому что, как бы... О, ещё одно зелье хождения по воде. Как же это круто. Б ocean обородие. Да. Здравствуй.